В этот день 1 марта родились Василий Докучаев, ученый-сновоположник Почвоведния, прославивший русский чернозем. Федор Сологуб, поэт, видный представитель русского символизма, автор романа «Мелкий бес», который выдержал 11 изданий. Федор Пероцкий, первый заваритатель электрического трамвая. Вообще-то Пероцкий должен был стать офицером. Он окончил кадетский корпус, Михайловскую артиллерийскую академию. Тогда-то он и познакомился с другим военным инженером и изобретателем Павлом Яблочковым. Вместе приятели горели новаторскими идеями и обсуждали перспективы развития электричества в России. «Если цивилизация будет развиваться по теперешнему пути, в городах невозможно будет жить. Все-таки галливанический ток нужно передавать всюду», полагал Пероцкий. Он осветил свечами Яблочкова литейный мост в Петербурге, проложил первый подземный электрический кабель, усовершенствовал систему электроснабжения башней для прожекторов. На заброшенном участке железнодорожного полотна Пероцкий проводил опыты по передаче тока по рельсам, чем заставил работать двигатель, находившийся на расстоянии километра от источника электропитания. А 22 августа 1880 года в Санкт-Петербурге при помощи электричества и динамо-машины, подвешенной снизу к вагону, начались экспериментальные перевозки пассажиров. Правда, недолго. Всеми силами владельцы конок, не желавшими терять прибыль, ставили палки в колеса модернизации. В то же время немецкий инженер Симмонс, узнав о русском изобретении, понял, что трамваи прибыльнее его проекта электрической и железной дороги. Вскоре после технической консультации у Пероцкого фирма «Сименс» запустила в Берлине первую трамвайную линию со своим электродвигателем. Первая действующая трамвайная линия от «Сименса» появилась в Российской империи только в 1892 году в Киеве. В Санкт-Петербурге трамвай на электротяге был запущен только в 1907 году, уже после смерти Пероцкого. Также 1 марта в Москве в чешско-английской семье родилась Вера Менчик, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин. В этот день, 1 марта 1325 года, Москва стала церковным центром Руси. Благоверный великий князь Иван Калита убедил святителя митрополита Петра перенести свою резиденцию из Владимира в Москву. 1 марта 1887 года было предотвращено покушение народовольцев на императора Александра III миротворца. Через шесть лет после убийства императора Александра II террористическая организация «Народная воля» возродилась. А ее руководителями стали два человека – Петр Шивырев и Александр Ульянов, брат будущего вождя пролетариата Владимира Ленина. Отличный гимназист Александр разбирался в химии и лично занимался изготовлением бомб, которыми снабдил бомбометатели. Однако план их сорвался и всех террористов задержали. 15 человек предстали перед судом и были приговорены к смертной казни. Однако десятерых из них государь Александр III помиловал, заменив высшую меру наказания каторгой. Поступило прошение о помиловании и от матери Александра Марии Ульяновой. Однако ее письмо, как и обращение народовольца, было проигнорировано. Как отмечают все биографы Ленина, эта история очень повлияла на его характер и выбор жизненного пути. 1 марта 1943 года завершилась Демянская наступательная операция на Северном фронте под Ленинградом. 1 марта 1950 года в Британии к 14 годам тюрьмы был приговорен физик Клаус Фукс. Несколько лет он передавал информацию о ядерном оружии в Советский Союз. 1 марта 1996 года был подписан указ о создании космодрома «Свободный» на Дальнем Востоке. 1 марта – День памяти воинам-десантников 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ «Геройческий погибших» в марте 2000 года в Аргунском ущелье. В ходе второй чеченской кампании перед командиром 6-й роты была поставлена задача о занятии высоты из тыкорт и создании нескольких опорных пунктов, на одном из которых бойцы пытались закрепиться. Однако выдвижение задержалось на сутки, в результате чего рота попала в засаду, не успела окопаться и приняла неравный бой с превосходящим по численности противником. На 90 десантников подполковника Евтюхина пришлось 2500 боевиков знаменитого полевого командира Басаева. В течение четырех дней десантники стояли насмерть, пока в их рядах не осталось 6 человек. Они и рассказали о подвиге своих однополчан, многие из которых, по крайней мере 14 человек, были награждены званиями Героев Российской Федерации. Таким был этот день 1 марта.